Всем здравствуйте! Вы на канале Анапчане, с вами Наталья. Сегодня 17 июня 2020 года, и я опять нахожусь в районе жилого комплекса «Привилегия». Один из наших подписчиков, зрителей, попросил подробнее показать окрестности этого жилого комплекса, и в том числе поподробнее третью очередь. Так что выполняю просьбу. Мы сегодня пройдемся по улице Рождественской. По сути, я покажу вам ее всю, от начала до конца. Улица Рождественская непродолжительная улица. Упирается она в улицу Парковую, откуда мы начинаем свой путь. И пойдем мы по улице Рождественской в сторону улицы Красноарнейских. Вот такая атмосфера. Здесь царит стройматериалы, кровля. Сейчас открывается вид на заброшенные, несмотря на то, что уже почти построенные многоэтажки. Уже много лет они никак не ведутся в эксплуатацию. Сразу хочу порекомендовать вам смотреть видео с открытой картой Анапы, чтобы вы лучше могли ориентироваться. Мы идем вдоль домов жилого комплекса на Рождественской. Сегодня будет прям очень подробный такой обзор по окрестностям жилого комплекса Привилегия. У нас здесь открывается немножко вид на строящиеся дома Привилегии 2. Вот здесь вот находится военно-учетный стол. И вот очень быстро мы уже дошли до жилого комплекса Привилегия. Прямо перед нами это как раз третья очередь, которая была сдана в марте этого года. Рядом четвертая очередь, сдача, которая ожидается в ближайшее время. И рядом с четвертой очередью строится Привилегия 2. Территория у жилого комплекса Привилегия закрытая. Вот ворота. Как уже было отмечено в предыдущем видео, ссылка на которое будет в конце данного видео, озеленение жилого комплекса Привилегия заслуживает похвалы. Так как третья очередь сдана, здесь уже идут вовсю ремонты. Поднимемся на самый высокий этаж. 14-й. И посмотрим, какой вид открывается с него. Вид будет в сторону гор, не в сторону моря. Но я думаю, на этом уровне, в этом жилом комплексе, квартиры на 14-м этаже с видом на море получаются. Вот так. Территория сверху. Спортивная площадка, детская площадка, аллея, фонтан. Все то, что мы в прошлый раз смотрели с вами вблизи, на этот раз смотрим сверху. Привилегия 2. Потом улица Парковая. И там дальше, смотрите, это у нас жилой комплекс времена года. И там еще, еще дальше. Это жилой комплекс 1, 2, 3. Мы пройдем с вами немножко, полюбопытствуем. Тут он вот у нас на этажах. Вот, как видите, ремонт. Вот, ремонт, ремонт. И вот такой вот длинный коридор с квартирами. Лифт и у нас пассажирский, грузовой. Пассажирский лифт пока не работает. Работает только грузовой. Естественно, во время ремонта он активно используется. И я, пожалуй, его не дождусь. Мне проще будет спуститься пешком. Ну и с фасада подробненько. Третья очередь. И продолжим свой путь. Сейчас опять выйдем на улицу Рождественскую. Кстати, несмотря на то, что идут ремонтные работы, выделены работники, которые убираются. То есть площадки на этажах, лифтовые, сами лифты. Мусор все-все убирается, вымывается. Несмотря на то, что дом еще не заселен. И только ведутся ремонтные работы. Вот мы вышли в зону отдыха в тенечке здесь. Кто-то за ноутбуком сидит. Кто-то просто музыку в наушниках слушает. Мы в прошлый раз как раз отсюда заходили на территорию. Сегодня выйдем. Так. В прошлый раз было свободно открыто. То есть сегодня я бы уже с внешней стороны не зашла бы. Так. Я и так, и так не выйду. Так. Так, выйти у меня здесь не получилось. Что-то я на кнопочку нажимаю. Волшебная кнопочка. А я ее увидела. Все, вам забыло. Господи, пожалуйста. Все, помогли мне. Ну и еще с фасада третья очередь с улицы Рождественской. Прямо напротив третьей очереди жилого комплекса «Привилегия» на улице Рождественской есть универсант «Пятерочка». Рядом с жилым комплексом «Привилегия» затаился жилой комплекс, тоже новый под названием «Оазис». Находится он на улице, вернее, на переулке Александрийском. Мы немножечко сейчас сюда заролим, потому что тоже просили немножко его показать. Он так скрылся за всеми жилыми комплексами, невысокий, уютный, и построился так быстро, что мы и не заметили. Сейчас здесь ведутся уже отделочные работы и благоустройство территории. У этого жилого комплекса тоже закрытая территория. Там внутри есть детская площадка, спортивная площадка, ну и тоже очень стараются над озеленением территории. Все будет красиво и достойно. Вот это у нас жилой комплекс «Молодежный». Там у нас улица Парковая. Мы возвращаемся на Рождественскую. Это у нас вторая очередь ЖК-привилегия. Здесь уже, конечно, жиловсу живут люди. Вот здесь на углу улицы Рождественской и переулка Александрийского, смотрите, есть детская площадка. Такая просторная. Ну, естественно, ей пользуются все, кто живет в этом районе. Это детская площадка и там дальше спортивная площадка. Оборачиваемся на привилегию. Район, несмотря на то, что уже не центральный, но тем не менее, достаточно приближен к центру. До пляжа центрального по улице Гребенской у ЖК-привилегия где-то минут 30-35. Мы с Максимом или в феврале, или в марте ходили и делали обзор показательный такой. Мы тогда шли по улице Парковой до улицы Гребенской. Можно вот в том числе и вот так вот по улице Рождественской выйти на улицу Красноармейскую. И по Красноармейску, затем выйти к центральному рынку и дальше к центральному пляжу. Поэтому сегодня я вам показываю еще один из путей к центру. Центр. Если мы говорим не о пляже, а о центре города, то, наверное, отсюда это минут 15 пешком. Опять же оборачиваемся, чтобы вы видели наш путь пройденный. Вот это место, где сейчас располагаются частные, красивые, малоэтажные дома. Когда-то были территории Зеленстроя Анапского, и здесь выращивались саженцы деревьев. Вот, потом вот, значит, в какое-то время эти территории были выкуплены и застроены такими респектабельными домами частными. Здесь мы видим в основном у нас только проезжая часть, а пешеходной части, собственно, и нет. Так вот по обочине можно идти аккуратненько. Ну, движение здесь автомобильное редкое, но все же есть. Есть частные домики с участками. Смотрите. Это же картошка. А это что у нас? Это яблонька. Смотрите. Яблочки. Я прошу прощения за шум. Тут ведутся какие-то работы. Древесину измельчают. Вот так вот. Яблонька на Рождественской. Красота. От Рождественской до Парковой есть ряд тут переулков. Вот, допустим, в частности, переулок Покровский. Здесь все застроено. И по этим переулкам в том числе. Такая вот частная малоэтажная застройка. О, тишина наступила. То есть, вот если бы не вот эти вот там какие-то работы с древесиной, вот вы сейчас можете ощутить, какая здесь тишина, благодать. Спасибо. 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 Переулок Успенский. Здесь вот, как видите, дорога, улица проходит между участками, которые сгорожены заборами. Это такой вот что-то, какой-то узкий проходик. Узкий проходик между двумя частными территориями, получается. Ну, улица Рождественская, как видите, не благоустроенная улица. В общем-то, из благоустройства только за асфальтированный тротуар для автомобилей. Возможно, благоустройство и удобство для пешеходов – это дело будущего. И вот мы вышли, уже приближаемся к четвертой школе. Здесь, смотрите, рядом с четвертой школой уже многоэтажные дома. Здесь у нас спортивная площадка, где сейчас мы видим деток. Сейчас мы уже дойдем до конца улицы Рождественской. И вот мы выходим на улицу Красноармейскую. Вот. Вот по ней туда дальше, потом немножечко еще за ворот. И прямо-прямо-прямо до центрального рынка. Вот такой вот непрямолинейный, так скажем, путь. Конечно же, если вы не очень знакомы с этим районом, то лучше в центр ходить по улице Парковой, через улицу Хребенскую. Мы сейчас немножко возвращаемся, обходим спортивную площадку. И сейчас выйдем к школе номер четыре. Здесь у нас волейбольная площадка. Вернее, баскетбольная. Наверное, сетку для волейбола можно натянуть. И также здесь по совместительству теннисный корт. Признаться, я еще не делала обзоры Ванапы. Вот, демонстрирую такие закоулки различные нашего города. Так-то мы местные эти закоулки знаем. Легко ориентируемся в них. Ну, вот такой достаточно уютный закрытый дворик. Дома эти относительно старые. Я так думаю, годов 90-х. В 90-х их, наверное, строили. И вот мы выходим на улицу Парковую. И вот, собственно, четвертая школа. Мы сейчас дальше не пойдем. Это будет наша конечная точка. Мы будем возвращаться в сторону УЖК «Привилегия». Мы будем возвращаться в сторону УЖК «Привилегия». Это у нас переулок Сиреневый. Несколько кварталов вот в ту сторону. И мы можем очутиться в 12-м микрорайоне. Как-нибудь я до него дойду и сделаю обзор по этому микрорайону подробный. Получается, мы сейчас вот эту территорию частной застройки обойдем с другой стороны. То мы шли со стороны Рождественской вдоль этих домов. Теперь со стороны улицы Парковой. Ну и смотрите. Люди предпочитают ходить по улице Парковой, по Рождественской. Если вы заметили, людей почти не ходят. Там и зелени недостаточно. Допустим, сейчас вот жарко было мне там идти. И пешеходной части нет толком. А здесь как-то все по цивилизованней. Хотя тротуар посмотрите. Да? Узнаете? Да? С советских времен тротуар. Анапа Теплоэнерго. Предприятие. НЭСК. Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края. Так, тут немножко что-то перекопали. Какие-то коммуникации ведут. Может быть, ремонт. А вот, друзья, смотрите. Это абрикос. Поспевает на улице Парковой. На Рождественской мы встретили яблоньку. А здесь абрикос. Красота. Рядом фундук. Деревья грецкого ореха. Здесь небольшая детская площадочка, огороженная забором. В тенечке крон орехов. Здесь у нас по другую сторону долгострой. И несколько многоквартирных, многоэтажных домов. На первом этаже у нас магазины здесь. А вот живой комплекс Молодежный. Ну вот, без комментариев. Пройдусь камерой, чтобы вы видели, какие здесь у нас сервисы есть в этом районе. И вот смотрите, мы вернулись к жилому комплексу Привилегия. Здесь у нас по улице Парковая, рядом с жилым комплексом Привилегия и Оазис, большая гипераптека, фитофарм. Помимо медикаментов здесь разная медтехника, а также, как мы видим, по вывеске Бэби-центр, магазин детских товаров. Так, здесь у нас чуть не прошла остановка общественного транспорта напротив жилого комплекса Молодежный. Что у нас здесь ходит? 111-й. Так, яблоню показала, абрикос показала, теперь покажу шелковицу. Смотрите, сейчас как раз сезон ее поспевания. Возле остановки прямо деревца. Все желающие, кто хочет, может подойти и полакомиться. Такую поспелень надо брать, чтобы сладенькая была. Вкус детства. Магазин отделочных материалов. Фитилаб, медицинская лаборатория, где можно сдать кровь на анализ. Прямо с жилым комплексом рядом гимназия Сириус. На первом этаже первой очереди жилого комплекса «Привилегия» медицинский центр «Альфа». Здесь же рядом от этого медицинского центра рентген. И напротив у нас «Автозаправка». Дальше у нас жилой комплекс «Радуга». Продуктовый магазин «Магнит». «Магнит-косметик». И вот мы выходим опять на территорию жилого комплекса «Привилегия». Вот такой маршрут мы сегодня с вами сделали. Я надеюсь, видео было информативным, показательным, и вы узнали о районе, который вас интересует больше. Повторюсь, если вы будете смотреть репортаж, обзор, открыв при этом карту «Анапу», то вам будет легче ориентироваться. Понятнее будет путь, который мы с вами прошли. Итак, третья очередь «Привилегии». «Привилегии». Еще разочек. Четвертая очередь. На этом все, друзья. Я жду вас в комментариях к этому видео. Рада была быть полезной. Всем всего доброго. Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова